Всем привет! Салют! Это Виктор, меня зовут Даня, у нас снова, так сказать, по многочисленным одной заявке, но вполне себе весомой, собственно говоря, Женевьева Д'Артаньян возвращается на ваши голубые экраны и голубые глаза, собственно говоря. Не будем это комментировать. Ладно, не будем. В общем, Женевьева, новая часть, давайте уже поехали. Итак, собственно говоря, с чего бы начать? А начать, наверное, стоит с синопсиса, который на жопке книги пишут. Я хочу его зачитать. После возвращения из Драконфейлса Женевьева, Д'Артаньян, познавая свой внутренний мир, заглядывает в лицо монстров и магов интриг и зла. Путь ее лежит из глубин лабиринта под старым театром Альдорфов, проклятое древними смертоносными закателем поместье. И в конце ее ждет охота за диким единорогом в глухом лесу. Пройдем нахуй по всем, короче, локациям и сюжетам, но тем не менее. Пока что я прочитал одну пятую, и никаких пока что внутренних миров, заглядывания в лиц и прочего-прочего не происходит. Но тем не менее, а потом как произойдет, там знаешь, типа книга-книга-книга и последняя страница, и тут единорог, конец. Однако же, автор у нас все тот же, товарищ Джек Йовиль, с чего начинается наше повествование, естественно. Во-первых, сразу же оговорюсь, что после событий Драконфейлса прошло всего лишь пять лет. Нормально. Вот, то есть, трагедия, конечно, была страшная, но симпатичная, как говорится. И да, с тех пор, как прошло пять лет, как и было обещано, под замком Драконфейлса были заложены заряды, произошел небольшой хлопок. И сколько-то там башенный замок Драконфейлса торжественно сложился, так сказать. Там то ли пять, то ли семь башен было, я что-то уже забыл. Вот, и как-то оно вот так, собственно говоря. Ну, а наши герои начали жить дальше, соответственно. С чего же начинается наше повествование? С первой главы под названием, без пролога, кстати. Между прочим. В то время, в те времена еще не было в Вархаммере моды. Кровавая сцена. Называется «Наша новая голова», и мы знакомимся с нашим первым героем. Когда-то у этого героя даже было имя. Так. А потом что случилось? А потом он перестал его слышать. Много лет он своего имени не слышал. Прошло много лет, и имя он это, конечно же, забыл. Он даже не мог вспомнить, как звучало когда-то это имя. И, собственно говоря, сейчас его называют очень просто. Демон потайных ходов. Ладно. ДПХ. Ну вот, значит, наш дорогой ДПХ, собственно говоря, энное количество лет назад, а точнее, много лет назад, обосновался в театре жить. И я, наконец-то, блядь, нашел! Десять лет я пытался вспомнить, откуда у меня вот этот омаш на призрака оперы и ФБ. Вот он, он, сука, из Женевьевы. Оказывается, я в детстве, ну, то есть, в 22 года читал Женевьеву. Что ж. Молодой был. Я тогда и Перумов читал. Все читали. Все читали, да. Но не все признаются, как говорится. Вот. И, как бы, он обосновался в театре, который изначально принадлежал труппе храма Шальи. Угу. Вот. Как бы, жрицы Шальи, они, так сказать, не только тебе припарочку приложить могут, но еще и порадовать интересной постановочкой, собственно говоря. Ну, вообще, неинтересной, на самом деле. Потому, что все пьесы, которые ставят жрицы Шальи, это, естественно, не одного мужского актера. И у них там все такое возвышенное. Короче, хэппи-энды постоянно. В общем, типичный женский театр какой-то, знаешь. Вот, несовременный, конечно же, нисколечки. Сейчас этот театр называется Театр Варгера Браугеля. Угу. Это тот самый, то самое место, которое основал Детлов Зирк в конце прошлой книги и назвал театр в честь своего вот этого карлика-мутанта. Ну, и как раз-таки проживая в этом театре, наш же ДПХ и получил свое прозвище. Демон потаинных ходов, собственно говоря. Он служит в театре неким талисманом. Его считают, типа, таким призраком оперы, который живет в театре. Потому, что, как говорится, у нас что за театр в империи, в котором не живет хотя бы один призрак? Как-то, ну, не круто становится, да. По его настроению, собственно говоря, постановщики и актеры определяют, хорошая будет пьеса или плохая, скажем так. Потому, что, если нашему ДПХ постановка не нравится, он начинает проказничать, значит, там, ногу кому-нибудь отъест, на башку декорации уронит, значит, еще что-нибудь плохое сделает. Все, чтобы не выдумывать технику безопасности. Да-да-да-да. Да это делал он, по-любому, ребята. Да, инженер по охране, тогда такой, да-да, пошел я нахер, собственно говоря. Вот, и, как бы, ну, шкодничает, скажем так, и показывает то, что ему не нравится эта постановка. Если постановка действительно хорошая, то все проходит гладенько, и все такие, вот, призрак театра доволен, значит, постановка зайдет, скажем так. А он действительно шарит за драматургию, театр. Там, и это чуть позже я коснусь этой темы. Вот, в знак, скажем, ну, естественно, большая часть работающих в театре, они, конечно, ни в какого призрака не верят. Считают, что все это, как бы, бабкины сказки, как бы, и по факту этого призрака периодически видят люди в сильном алкогольном опьянении, как бы, и хрен его разбери. Вот, но в знак чтения, скажем так, традиции, в театре есть седьмая ложа, билеты, в которую никогда не продают. Она всегда пустая, потому что, по поверью, именно из седьмой ложи призрак наблюдает за пьесой. Ну, и для того, чтобы задобрить призрака, ему туда приносятся всякие ништяки. Раньше, когда здесь жили, собственно говоря, жрицы Шали, ему приносили всякую хуйню, типа ладана и козленка. И он такой, ну, и что мне с этим козленком делать? Вот, сейчас, конечно же, когда... Может, он планирует, что он фермером станет? И съебет, наконец-то, оттуда. Вот, а сейчас, когда Детлов купил этот театр, собственно говоря, все стало гораздо лучше. Ему приносят большие казаны с мясом, скажем так, вкусненьким, и всякие там фрукты, дорогое вино. И он такой, вот, заботятся обо мне, собственно говоря. И сейчас он как раз таки пробирается в свою седьмую ложу, он ползет, короче, по вентиляции, на самом деле. А все здание пронизано потайными ходами и вентиляционными шахтами. Дело в том, что театр этот возводился во времена императора, ну, короче, очень странного императора, который, с одной стороны, очень любил театр, а с другой стороны, очень сильно не любил разочаровываться. И поэтому, если постановка ему не нравилась, в работу включались его лучшие придворные критики, так их называли в Альдорфе, это его личная стража, которая выбегала на сцену и алебардами нахуй рубила всех актеров. Актеры быстро смекнули, что так, собственно говоря, здоровья не напасешься, поэтому во время постройки театра здесь просто наделали кучу тайных ходов для того, чтобы, если тебя критики бегут нахуй рубить алебардами, ты мог быстренько по каким-то тайным ходам свалить оттуда. Не всем, правда, это удавалось, многие заблуждались в этих катакомбах, как бы и трупы их иногда наш демон по тайных ходов находил, но тем не менее. И он сейчас, выползая, он, собственно говоря, через какой-то тайный ход, такой, падает в эту ложу, по стелсу, конечно же, потому что зал уже начинает наполняться людьми. И сегодня премьера нового спектакля Детлоффа. Вот, он подползает к своему месту, а там мясо стоит на подносе, вот, там, собственно говоря, винишко, вот. С одной стороны, демон нам говорит, что без рук есть не то, чтобы прям было удобно, но он приспособился. У него мощно, у него, короче, вместо рта, типа, такой клюв, какой-то осьминога, вот, но он окружен такими, типа, кожаными жабо и складками, и он, напрягая шею, этими складками, типа, подкидывает мясо, потом, такой, и кушает его. Что ж. Вот, значит, перекусывает клювом одну бутылку вина, типа, горлышко, и так, нормально, живем, пацаны. Вот. И сейчас, как раз-таки, подкрепившись и накатив, наш призрак театра осматривает зал, и там начинает собираться, ну там, конечно, да, там, конечно, йоксель-моксель. Приходят, значит, самые крутые вип-ложи, хотя самая крутая, это по факту седьмая, но она никем не занимается по естественным причинам, заполняются сильными мира сего, собственно говоря. В одной из лож находится, сидит товарищ Леопольд, сын Карла Франца, вот, который окружен своими придворными, собственно говоря, всякими чуваками, там, слугами и прочего-прочего-прочего. Леопольда сопровождает девушка, юная и невероятно красивая, бледная кожа, темные волосы, вот, и призрак ее знает, это Женевьева. Вот, он ее знает, потому что, на самом деле, она состоит в романтичных отношениях с Детлафом Зирком. В свече? Да. Вот, и она сейчас как раз-таки держится немножечко в тени, то есть, она как бы пошла с Леопольдом, потому что он попросил, как бы, но он сейчас стоит на ложе, как бы машет всем ручкой, ему все такие, типа, привет, Леопольд, мы тебя любим, у-ху! Вот, там оркестр играет, собственно говоря, как сказать-то, государственный гимн империи, который называется «Славься, дом Вильгельма Второго». Вот, все рукоплещут, естественно, Леопольду, Женевьева держится в тени, она не фанат внимания, собственно говоря, все знают, что она вампир, но так как она герой империи параллельно, все такие, блядь, щекотливенько получается немножечко. Это называется нейтральное отношение. Да-да-да-да, вот, и ее слегка подсвеченные красным глаза осматривают ложи, и наш призрак даже думает, «Интересно, а видит ли она меня?» Потому что поры на его коже, они умеют выпускать, как у осьминога, ну, типа, темноту, типа, такую тьму непроглядную. Вот, ну, она, типа, просто скалит взглядом, типа, знаешь, такая, «О, смотри, там, блядь, демон с клём!» Нет, такого нет, естественно, поэтому, ну, наверное, не заметила. Помимо Женевьевой, здесь также располагается, собственно говоря, Морнон Тибальд, вот, это начальник имперской канцелярии, очень невзрачный человек, с бледным лицом, сутуренький от бумажной работы, шообщественно говоря, вот, и граф Рутигер фон Унхеймлих, там, конечно, мужчина с аксельбантами, в нагруднике, весь такой аристократ-аристократ, вот, они представляют, по сути собой, сейчас две противоположности правящего состава империи, потому, что вот этот Тибальд, он, как бы, по сути, представитель нового правящего класса, которые, собственно, в общем, блед, канцелярские крысы, которые пробиваются к власти за счет своего, как бы, своей усидчивости, старания, как бы, своей работы. Вот. А как раз-таки наш товарищ фон Унхмихлихлихтышкинский, вот, он представитель старой аристократии, которая считает, что, типа, похуй как-то работаешь, главное, чтобы у тебя была благородная кровь, чтобы ты был весь такой аристократ, и тебе уже, считай, в жизни воздастся за все. В это время, ну, все в итоге расселись, там, всем поаплодировали, здесь, конечно, собрались еще и очень много знатных людей, богатых людей, как бы, Гдетлофу, извините меня, в театр, просто так, блядь, не пройдешь, билет стоит дорого, потому, что он, по сути, сейчас самый великий драматург империи, и все по нему балдеют, у него самая лучшая труппа, самые лучшие актеры. Вот. Гаснет свет. Товарищ Хуберман, дирижер, он достает фрейту, начинает наигрывать какую-то жуткую мелодию, и... кулисы разъезжаются. Сегодня премьера спектакля Доктор Зикхол и Мистер Хайт. Оригинальненько. Юмор и цитаты поп-культуры всегда были неотъемлемой частью Warhammer Fantasy Battle. Естественно. Она рассказывает о скромном служителе Хромошали, который в результате экспериментов в попытке создать эликсир от чего-то там создал хуйню, которую сам выпил, и вы не поверите, что произошло дальше. Да, он разделился на две личности, потому, что его звали Доктор Зикхел, но после эликсира он иногда превращается в Мистера Хайда, который бьет всем ебальники, ну и т-т-т-т-т-т-т. Клево, вот бы книжку кто-нибудь поэтому писал. На самом деле пьеса неоригинальная, и написал ее не Детлов, она принадлежит, это произведение кисливицкого драматурга по фамилии Теодоров. Начинается постановка, Детлов ее немножко переделал, для того, чтобы было более драматично, более интересно и более весело, то есть проявил весь свой талант, и призрак, как раз таки наблюдая за этой постановкой, отмечает две вещи. Во-первых, Детлов после случая с Драконфеллсом ебанулся на отличненько, ну точнее, немножко, но на отличненько, тем не менее. В чем проблема? После случая с Драконфеллсом, когда он сражался, получается, при помощи киянки запиздил великого волшебника, у него случилась переоценка ценностей, скажем так. И во всех своих постановках он постоянно пытается отобразить дуализм человеческой души, что типа злом не рождаются, а злом типа становится, что у каждого в душе есть вот эта темная сторона, которая может дать ростки, и эта пьеса для этого великолепно, естественно, подходит. Вот, потому что в процессе пьесы как бы вот этот Детлов проявил весь свой талант драматурга, и он, если в начале как бы из-за эликсира у них две противоположных личности в одном человеке, к концу пятого акта эти, как бы вот эта граница она размывается и он как бы объединяется в одну. Вот. Это первое, что отмечает наш дорогой призрак. Он такой, Детлов, да, он изменился, изменился. Второй, собственно говоря, момент, который отмечает, это актриса по имени Ева Савиньен. Вот, здесь в чем суть как бы в постановке, для того, чтобы подчеркнуть разницу между двумя ипостасиями героя, Детлов использует двух женщин. Одну играет, собственно говоря, актриса Илона, которую мы знаем из прошлой части, она играла танцовщицу-ассасинку. она до сих пор в труппе состоит, все хорошо. Вот, вторую играет восходящая звезда театра и театральной жизни Ева Савиньен. И если Илоне 34 года и она уже маленько подострепалась, скажем так, то Еве 22 года, она молодая, такая, зажигательная, короче, молодец, раскрывается ее талант и потенциал. И почему наш демон потайных ходов то ею заинтересован? Она его протеже. Иногда пробираясь своими мрачными коридорами и тайными путями, он приходил к ней и давал ей советы. Он когда-то был тоже драматургом. И он помогает, он учит ее играть. Это такой, блядь, демон Станиславский. Естественно, она его никогда не видела, потому что он всегда разговаривает через стену, через какие-то щели и прочее. Вот, и он всячески помогает, как раз таки дает ей советы и прочее, прочее, прочее. В результате постановка достигает своего апогея, Детлов сливает две личности в одну, он все там умирают, льется бутафорская кровь, и в результате постановка заканчивается, закрываются кулисы, наступает тишина и демон ждет, потому что в следующее мгновение зал взрывается овациями, все кричат браво, охуенно, уху, начинают хлопать и даже демон своими отростками такой он не мог хлопать, пока другие не начнут, потому что все бы такие а? Понятно. Дальше мы уже от лица Женевьевы смотрим, в зале зажигается свет, она глядит, что действительно постановка произвела фурор, видно, что она повлияла на Леопольда, потому что он под сильным впечатлением, он видит, что в зале люди кто-то восхищенно хлопает в ладоши, кто-то уже начинает обсуждать, что как концептуально, два критика уже пиздят друг друга, потому что один говорит, что это гениально, другой говорит, что это говно собачье, и таскают друг друга за бороды, за всем этим также наблюдает Гильермо Пентегелли, это бывший сокамерник Детлафа из первой части, который сейчас является коммерческим директором, и он такой заебись, ну типа если люди твою работу обсуждают, значит они придут снова, как минимум критики придут точно, чтобы потом какой-то обзор записать, типа реакцию Шиндара хоть, вот, и они в итоге все выходят в фойе, Женевева сопровождает Леопольда, вот, появляются собственно говоря, общаются между собой, там благородные гости, там фуршет небольшой накрыли, значит все красиво и замечательно, вот, и Женевева чувствует, что проголодалась, и надо будет сегодня с Детлафом немножечко потусить, вот, и как раз таки в это время принц Леопольд такой, так вот же он на же гений, и выходит Детлаф, собственно говоря, он переоделся в свои красивые парадные все одеяния, мужчина, конечно, он, конечно, поднабрал за эти годы, у него уже пузико такое, знаешь, солидненькое, но, тем не менее, выглядит все еще хорошо и достойно, вот, люди начинают ему рукоплескать, он всем там улыбается и бла-бла-бла, вот, тут же Невева опять-таки отмечает, что Детлаф случай с Драконфеллзом действительно и заменил, как бы, и что иногда в нем как будто просыпается что-то темное, но он постоянно такой, ай, да, нормально, все весело и хорошо, собственно, микродепрессии у него иногда возникают, вот, начинают выходить другие актеры, там, конечно же, собственно говоря, выходит Рейнхард со своей женой Илоной, им тоже аплодируют, все выходят, Ева, ее вообще осыпают овациями, там, цветами и прочее, прочее, Женевиева замечает, что Илона очень сильно ревнует ко всей этой ситуации, вот, и Рейнхард такой говорит, о, говорит, святой Ульрик, вот это, конечно, было, говорит, вот это, конечно, был спектакль, говорит, демон потайных ходов наверняка доволен, а он там, типа, под потолком где-то сидит, такой, да, я доволен, вот, подходит Детлов, такой, о, Женевиева, любовь моя, ты прекрасно выглядишь, они там, собственно говоря, расцеловываются, вот, и Леопольд говорит, что, типа, Детлов, господь всемогущий, говорит, пьеса просто охуенная, говорит, я, говорит, никогда в жизни так не пугался, говорит, ну, кроме одного случая, потому что Леопольд был в замке Драконфеллса, все, естественно, сразу же мрачнеют при упоминании Детлов, опять такую, типа, тьма, но, берет себя в руки, скажем так, тут слово берет, подходит к нему, берет слово этот, клерк-то, собственно говоря, глава канцелярии, он говорит, слушайте, говорит, я вот сюда понять не могу, у нас в Альдорфе, и без ваших этих пьесочек, ужасов хватает, говорит, история с Драконфеллсом пять лет назад, стычка Конрада с зеленокожими, говорит, это самое, тварь-убийца, которая бегала, собственно говоря, по Альдорфу, бунты, революционера, Клазьевский, теперь еще эта ебаная история с боевым ястребом, говорит, а вы еще и все это, как бы потакаете своими жестокими постановками, собственно говоря. Тут нам рассказывают это пиздец, в городе завелся новый серийный убийца, его зовут боевой ястреб. Знаешь, почему? Это маньяк сокольничий, он спускает на людей своего боевого сокола, и тот заклевывает их нахуй до смерти. Ну, в целом, и настолько он уже всех заебал, потому что несколько человек уже погибли, блядь, от рук этого сокола, несчастного, что капитан полисменов Харальд Клайндест сказал, что нахуй костьми ляжет, но сокольничий вот его поймает, но пока что, к сожалению, не получается у него это сделать. Ну и Тибальт этот ему говорит, зачем? Зачем, Детлов, вы вот такими узотами занимаетесь? Вот, лицо Детлова опять темнеет, в глазах его загорается какой-то огонек, и он такой, канцлер говорит, почему вы думаете, что у меня был выбор? И мы переносимся в другое место, а именно в мрачные серые горы. Именно здесь когда-то стоял семибашенный собственно говоря замок Дракенфеллс, и где сейчас остались только руины. Казалось бы... Сейчас среди обломков так... Почти. Мы смотрим, все обломки, все завалено. Да, часть руин растащили местные деревенские на крышу переложить, стеночку построить. По факту это просто гигантская насыпь камней говна. Все, что осталось от замка Дракенфеллса, но глубоко внизу в катакомбах, которые не пострадали от взрыва, лежит сука Анонимус. Тот самый? Вообще его зовут Анимус. А, я думал он грабит каравану уже. Было бы неплохо. Твоя личная армия. Лежит Анимус. Это железная маска. Но не та, в которой ходил Дракенфеллс, это другая маска. У него же много масок. Да, она из тонкого металла. Он и в этой маске живет Анимус. Он не знает, кто он. Он не знает, он не робот из Рика и Морти, он не знает, каково его предназначение. Его создал Дракенфеллс. Он не знает, то ли он дух, то ли какой-то дух гомункул, то ли хер пойми чего. Он живет в этой маске. За всю историю своего существования Дракенфеллс надел его только один раз, поэтому на маске остался отпечаток его личности. И именно он Анимусу и по сути говорит, что делать, скажем так. А у Анимуса сейчас только одна мысль отомстить. Грязная вампирша и ее друг актеришка запиздили Дракенфеллс с океанкой и он отомстит. Как жаль, что я металлическая маска без ручек и ножек. Пять лет уже лежу тут злюсь. Да, он лежит зли... Нет, на самом деле он не злится, он не испытывает никаких эмоций. У него четкая программа отомстить. И он спокоен, он никуда не торопится. Он, блядь, маска. Он может лежать сто лет. Вдруг он заржавеет. Он волшебная маска, не ржавеет. Поэтому он такой «Я подожду, рано или поздно меня кто-нибудь откопает». Рано или поздно меня найдет какой-нибудь бомж и сдаст на металлолом, чтобы обменять нашкалик. И тут-то мое приключение начнется. Вот, потому что действительно он иногда слышит, будет неправильно сказать, ощущает, как наверху насыпь и руины иногда сотрясаются. Как будто кто-то там что-то делает. И он такой «Мой час рано или поздно придет». А пока стена охуенная, конечно. Мы видим следующую сцену, где Детлов и Женевьева впалывают. Женевьева сейчас пьет из шеи кровь Детлова, естественно. из шеи Детлова, как несложно догадаться. Здесь вообще описано так, что она воткнула в него клыки, а он воткнул в нее пенис. Здесь это так и описывается. Давай сделаем это вместе. Да, но всяко лучше, чем в Сигвальде. И в итоге в определенный момент Женевьева оргазмирует, еще глубже вгоняет клыки в Детлова, Детлова тоже торжественно скажем так дарит ей плоды своей любви. Очень удобно. Она залететь не может, хотя она и отлично подходит для шоу «Беременна в 16», потому что она выглядит как 16-летняя девочка. Однако же... А, ну хотя ненормально. Что? Вот согласие 8 лет. Ну, в империи так, наверное, так и есть. Но, тем не менее, в общем, они сделали все свои дела и Детлов уснул как настоящий мужик Женевьева, посмотрел на настоящего мужика и такая ну, попиздить видимо не получится и тоже спать легла. Вот. Важная сцена? Конечно, потому что Детлов уснится сон. На самом деле во сне он тупо работает. Кому-то снится один и тот же сон, мешает лопатой и он серый бетон. Во сне он работает, потому что во сне он думает о том, что надо бы как бы отработать фехтовальную сцену, потому что он в постановке фехтует с Райхардом и он его случайно ранил сегодня. Немножко голову ему порезал мечом. Вот. Надо придумать и также ему очень нравится игра Евы, но он видит, что она начинает затмевать Илону, а в постановке нужно, чтобы они были равны, потому что ну типа две ипостаси одной личности нужно как-то это откорректировать, собственно говоря, и бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И постоянно снятся ему меняющиеся лица, метаморфозы. здесь на самом деле нам просто говорится, что Детлов начинает внутри меняться, скажем так. А в это время в серых горах рано-рано утром Бернаби Шейд завершает свои утретние моления. Он жрец порядка, жрец Салкана, Арианка и Алюминасу. Это какая-то имперская религиозная организация, это неофициальная церковь, неофициальных богов, они нормальные парни, но они в пантеон пока в общий не вхожи. Грубо говоря, их культ, их орден поклоняется порядку. Они против хаоса, что естественно, они молодцы, так как они за порядок, у них ебанучшая система служения, то есть они веганы, им нельзя пить, им нельзя трахаться, нельзя вступать ни в какие отношения с женщинами, в общем им вообще ничего нельзя, только молиться. Вот, и чем они сейчас занимаются? Он находится на раскопках, крестьяне из ближайшей деревни и его братья монахи раскапывают замок Драконфеллса. На кой хуй, спросите вы меня, лезть туда, где все проклято и зло? Это фишка их ордена. Они как инквизиторы-радикалы, они изучают темные артефакты и прочее дерьмо для того, чтобы при помощи этого знания противостоять силам тьмы и хаоса. Так. Вот, и... Ну короче, блин... Это как, знаешь, они такие... А давайте снимем чугунный колпак с Чернобыля. А чего он тут стоит, блин? И отпиздим эту радиацию. Да, да. Давай выходи, работай, ебаный. Свинцовой дубинкой стыдит воздух, хлещет, блин. Тем не менее, к нему подходит один из зоопослушников... Молоком просто заливает. Бронсборг! Господи. Да. К нему подходит один из зоопослушников, один из зоомонахов, такой типа, мастершейд, ночью был обвал на месте раскопок, кажется, мы кое-что нашли. Он такой, ну покажи же мне скорее это место, брат. Я понял. Что? Это же фильм «Маска». Ну да, в каком-то смысле, да. Они подходят, короче, к месту обвала, там стоят местные еревенские перепуганные, конечно же, там стоят, собственно говоря, его монахи, которые молятся активно. Вот. А из этого провала, который провалился куда-то там в тоннеле, где они когда-то копали, тянет смертью, дерьмом, разложением. Вот. И они такие «Видимо, это был один из зоопогребов», говорит брат Джасинта. Он такой «Да, помолимся, братья». Все встают на колени, начинают молиться порядку, чтобы он оградил их от зла и бла-бла-бла. И это такая тупая сцена, сука, потому что они помолились, он смотрит эту дуру, а там внизу что-то поблёскивает. Он такой «О, надо это достать!» Так. «Брат, ныряй». Его обвязывают верёвкой, он спускается, его вытаскивают, там маска. Такой, говорит «На, даёт её Шейду». Шейд такой «Ну мы же уже помолились против зла, правильно?» Они такие «Правильно». Он такой «Ну и заебись». Он такой «Не там у молился, дурень». И тут как в маске. Он такой «Не смолился, не чев!». Он надевает эту маску и видит, что все вокруг него вращаются в демонов, каких-то мутантов ебонько. Он на них набрасывается. Вот охватает этого молодого брата, швыряет его в этот разлом. Тот разбивается в лепёшку, он набрасывается на остальных, начинает отрывать ему руки, ноги, головы. Все разбегаются, кто успел чухнуть, что происходит. Вот, и анимус сливается с его личностью. И очень интересная картина, он не берёт его под контроль. Он просто типа рядом сидит. Он освобождает его желание. А-а-а, и он такой, а чего я раньше женщину не трогал? Да, он чувствует, что больше всего на свете Шейд хочет потрахаться, пожрать кабанчика и наконец-то выпить винишко. И он такой, ну так вперёд. По сути снимая все вот эти вот блоки заложенные. Это снятие зажимов, на самом деле для освобождения чакры, чтобы подышать маткой. Да, он торжественно убегает, потому что анимус этот говорит, что типа сейчас мы похаваем, потрахаемся, там выпьем, а потом ты мне поможешь в одном деле. В это время мы видим, что Деттлов приходит в театр, там ему конечно его бухгалтер говорит, что типа все заебись, билеты на 2 месяца вперёд распроданы, говорит, и кстати вот, говорит, глянь свежие газеты. А собственно говоря, газета «Альдорфский болтун» это что-то типа Daily Mail, главная газета «Альдорф», очень высоко оценила его постановку, критики очень хорошо о ней отозвались, и поэтому все остальные мелкие газетёнки тоже написали, что все было заебись. Он такой, говорит, ну все классно, возьми самые классные цитаты, распечатайте их, сделайте стенд-газету, и на входе перед театром повесите отзывы, чтобы все, кто ходил мимо и умел читать, такие, о, прикольная штучка, видимо, надо зайти посмотреть. Маркетинг, короче, на уровне. И Гульермо, вот этот его бухгалтер, говорит, есть только одна проблема. Помнишь, говорит, Тибальда, этого клерка ебаного, он говорит, да. Он такой, ну короче, он сейчас бегает по всему императорскому дворцу и говорит, что пьеса твоя говнища, типа разжижает голову молодёжи, короче, говорит, вообще за неправильные ценности и то, что её могут запретить. Он такой, говорит, ну, в принципе, говорит, а, ну, и, кстати, он говорит, что из-за твоих подсловок по Эвальдорфу периодически бунты возникают. Он такой, да, говорит, а я, говорит, думал, бунты возникают из-за того, что этот ебанутый канцлер налоги поднял. Говорит, ну, тем не менее, говорит, неважно. Запрет маловероятен, потому что на нашей стороне принц Леопольд. Он такой, говорит, слушай, я, конечно, всё понимаю, но ты не забывай, что канцлер, во-первых, человек влиятельный, каким бы он ни был. А, во-вторых, ты же, говорит, знаешь эти королевские особые. Сегодня ты ему нравишься, завтра нет. Говорит, надо нам быть в этом плане осторожнее. Вот. Он такой, говорит, ну, так, хорошо, где он это всказывает? Он говорит, вот, в газете есть тоже маленькая, типа, статейка, где он, типа, в пух и прах твою пьесу разносит и просит запретить. Он такой прекрасный, говорит, возьми деревянную доску, ебани на неё золотую пластину, на этой пластине выгруверивай его слова о том, что надо нашу пьесу запретить, и тоже нужно театром повесить, собственно говоря. Говорит, потому что ничто так не привлекает людей, как запрещеночка. Ну да. Вот. Говорит, помнишь, как, собственно говоря, Ликтор Сигмара пытался отменить спектакль Бруно Малвазина «Совращение сланишь» или «Пагубные страсти Диего». Говорит, вот. Говорит, после того, как он попытался её отменить, там ещё больше народу на неё ходить начало. Говорит, да и к тому же, не парься, демон потайных ходов с нами, ему же всё понравилось, я полагаю. Он такой, говорит, ну я не знаю, седьмая ложа была пуста вообще-то. Он говорит, ну так это ж, блядь, призрак. Говорит, ништяки, которые мы ему принесли, он забрал. Он такой, да, ништяков не было, было только странный запах и немножко слизи на полу. Он такой, ну вот, значит, он всё схавал и ушёл по своим слизистым делам. В принципе, Дэтлов знает, Дэтлов думает, что, конечно же, еду забирают уборщицы, а слизь, типа, ну, блядь, слизь, она мало ли откуда взялась. Он просто, типа, так, скажем так, они подшучивают. А в это время демон потайных ходов слышит их разговор и такой, о-о-о, приятно, что меня ещё помнят. Он чувствует с Дэтловом родство в этом плане. Короче, он и есть тот самый Бруно Малвозин, который написал пьесу про Славсовращение Сланиш, только потом почему-то его трахнул Дзинч, и он мутировал. Ну, ладно. Но при этом он действительно был великий драматург, поэтому он эту Еву поэтому и учит жизни, скажем так. Напереплетал сюжетов там? Да, 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 да. Сегодня репетиции никакой в театре нет, потому что вчера была премьера, а сегодня, ну, снова постановка, как бы, и демон-то, она же знает, что на самом деле самое сложное представление – это не премьера, это второй спектакль. Потому что в первом у тебя работает, как бы, вот эта новизна, магия сцены, вот это колдовство театра и прочее, прочее, а вот во втором спектакле люди уже больше обращают внимание на детали. И здесь как раз-таки гораздо легче облажаться, чем во время премьеры. вот, и здесь нам как раз-таки говорится о том, что вот он все еще протежирует эту Еву, что она там пробивается всеми правдами и неправдами, и вообще она молодец, собственно говоря. вот, нам снова показывают трактир небольшой, где сейчас спит отпизженная шлюха, а над ней стоит наш дорогой монах порядка Шейд, такой, у него пузо раздуто, рядом недоеденный кабанчик, несколько бутылок вина перевернутых, он такой, вкусно было, что-то, говорит, нужда, давит на клапан, вина-то он выпил много, он поворачивается и видит, что в углу комнаты стоит алтарь порядка, это какая-то сложная металлическая конструкция, суперсиметричная, суперкрасивая, он такой, подошел и сыт на нее стоит, такой, ой, хорошо, ой, порядок люблю, пиздец, в это время открывается дверь, заходит один из его послушников, такой, извините, там шлюха, бутылки, чел сыт на алтаре бога, он такой, брат говорит, у вас это самое, он такой, так, блядь, он поворачивается, смотрит на этого послушника, заканчивает ссать, опускает мантию, говорит, ты что хотел бы, он такой, так, он такой, неважно, слушай мой приказ как брата настоятеля, добудь мне коня, он такой, ага, и убегает, анимус, его очень забавляет эта ситуация, он такой, господи, говорит, авторитет этого чувака настолько ебанутый, говорит, в этой секте порядка, говорит, что если бы я сказал мальчонке броситься на меч, там, я не знаю, говорит, он бы такой, говорит, ну, надо так, надо, за справедливость, да, 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 за порядок, вот, и он такой, ну, ладно, говорит, немножко времени у меня есть, пока он коня найдет, говорит, поэтому он подходит к шлюхе такой, э, а спит, он такой, да еб, твою мать, отмутузил ее, она проснулась, такая, а, чё, кого он такой, ничего, никого, дорывает на ней остаток одежды, и, собственно говоря, он разорвал на ней остатки лохмотьев и грубо овладел ей рыча, как собака. В это время Женевео просыпается, ну, начало ночи, она такая, заебись, говорит, хорошо, покушала, говорит, недавно, сытая, довольная, ну, и отправляется в театр, идет, значит, по улицам Эльдорфа от нее, там очень комичная сцена, она идет вдоль дороги, а там канава для говна, ну, для всяких там отходов и прочего, типа ливневка, короче, там стоит бабка, у нее в одной руке корзина, другой рукой она из канавы собачьей дерьмо вычерпывает и в корзинку складывает, ну, она типа говночист, скажем так, она за это денежку получает, но когда мимо нее проходит Женевео, она такая, батюшка, святушки, вампир, и отбегает в сторону, Женевео такая думает, вот как, блядь, это работает, говно руками вытаскивать ей нормально, а вампира увидела и такая, фу, не понимаю, я, говорит, что? Нравы. Я, что, говорит, хуже говна, что ли? Вот, но тем не менее, она заходит в театр, ее встречает Поппа Фритц, чувака зовут Поппа, фамилия Фритц, это местный, типа, завхоз, короче, он… Я почему-то даже не сомневался в нас, что она сминает рассмешил. Да, ну мы такие, вот, и он сейчас занят тем, что со сцены будто форбскую кровь оттирает, он идет, он такой, о, Женевео, говорит, привет, она такая, здорово, говорит, ну, что там, нашему призраку понравилась драма? Он такой, говорит, ну, вроде все понравилось, а он, типа, пресс-секретарь этого призрака, потому что он видел его чаще всего, потому что больше всех бухает, скажем так, а, и он такой, типа, говорит, по-любому пьеса ему понравилась, говорит, со всей этой кровью-то, Женевеева такая, она ему улыбается, клыки такая, выпускает, вот, и он такой, говорит, прошу прощения, она такая, да ничего, я прикалываюсь, всосала обратно и пошла посыпать. В общем, она проходит по театру, с ней там все здороваются, вся хуйня, вот, и она видит Райхарда, который тренирует фехтовальную сцену, Попой с Голой, у него такой хороший торс, крепкие мышцы, он такой, ха-ха-ха, видит Женевеву, салютует ей шпагой, но в это время над сценой падает канат, и, как в Uncharted перед ней приземляется в супергеройском приземлении Деттлов, так, вот, здесь нам опять-таки отмечают, что Деттлов хоть пузико отрастил, но все еще в хорошей форме, вот, и такой, Женевева, дорогуша, говорит, как я рад тебя видеть, вот, у нее сегодня работа простая, она сегодня смотрит спектакль не с зрительного зала, а из-за кулис, а потом типа дает фидбэк Деттлов, что так, что не так, скажем так, и она идет дальше по театру, заходит в самую большую гримерку, которая принадлежит Илоне, она там, скажем так, примадонна местной вот этой тропы, вот, и Илона такая, о, Женевева говорит, привет, она такая, привет, видела рецензии, она говорит, ну... читала комменты, говорит, да, видела, она такая, читала, что сияет новая звезда, ну, она цитирует из газеты, она такая, типа, ну, да, Ева была хороша, она такая, вот, говорит, Ева была очень хороша, она говорит, так ты тоже хороша была, она такая, возможно, но надо быть лучше, она гримируется перед выходом на сцену, вот, и она говорит, знаешь, говорит, еще пара таких спектаклей, и эту гримерку отдадут Еве, а не мне, говорит, и, если честно, я, в принципе, не то, чтобы не согласна, она объективна лучше меня, мне уже 34, говорит, ты посмотри, блядь, я уже полкилограмма муки себе в морщины напихала, блядь, чтобы их видно не было, мне уже нужен шпатель, да-да-да, говорит, вот, я, знаешь, что думаю, ну, то есть, она очень сильно ревнует вот эту вот славу, но без негатива, скажем так, она плюс-минус объективна. Она говорит, помнишь Лили Нессон, великую звезду, которая, ну, помню, там приписанная, да, апериста была, она говорит, конечно, помню, она такая, ну, вот, пять лет назад я смотрела на нее и думала, что она дура, раз цепляется за прошлое, молодится, что ей нужно уже играть как-нибудь Матрон, говорит, потому что есть хорошие роли, там, устатанных женщин, скажем так, ну, и Женевева говорит, ну, так ты была права, она говорит, да, я знаю, поэтому, говорит, так и больно, ведь ей теперь тоже почти Матроной, считай, а тут там еще говорится, что она от Райнхарда родила двоих детей, поэтому она еще и постоянно, блядь, пиздится за свою фигуру с жирком, в общем, тяжело ей. Вот, и Женевева говорит, да что ты паришься, ну, все стареют, со всеми случается, говорит, и Лона тоже рано или поздно в тираж выйдет, скажем так, она говорит, да, все кроме тебя, она говорит, ты не понимаешь, я 600-летний вампир, я старею внутри, у меня душа старухи, она такая, ой, говорит, мне-то не заливай, говорит, да во-первых, во-первых, мне-то, говорит, не заливай, а во-вторых, говорит, мы в театре, дорогая, всем похуй, какая там у тебя душа, важно вот это, фасад, а фасад твой не стареет, вот, и Женевева не нашла что-то ответить, такая говорит, ну, в общем, удачи на спектакле, и убежал подальше сразу же от нее. Вот, в это время мы видим, как в своей гримерке Ева тоже приводит себя в порядок, готовится к крови, а за ней через щелку наблюдает демон. Подглядывает. Ну, вообще, да, он любит за девками подглядывать, у него пениса, скажем так, уже нет, но вот эти старые привычки остаются. У него эфирный пенис, фантомный. Фантомный пенис, да, нормально. Вот, он подглядывает за ней, а у него, типа, там как, зеркало большое, в котором она гримируется, оно, по сути, закрывает большую дуру в стене, и там есть небольшое слуховое окошечко, и он такой, Ева! Она такая, ой, кто это? Он такой, это я, дух дитя мое. Она такая, Детлов, это ты? Он такой, дура, я дух театра, ты будешь великой звездой. Она такая, хм. Угу. Он такой, ну послушай, позволь, я тебе еще немного помогу. Она такая, как ты можешь мне помочь? В четвертом акте, когда ты падаешь от удара Детлофа, ты просто исчезаешь. Лучше покажи, и зритель тебя не видит. Лучше покажи им, как ты умираешь, и только потом падай. Она такая, ладно. Он такой, ну все, давай, ни пух ни пера. А мы видим следующую сцену. Анимус бежит. 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 Приключение бравой масочки. Он выехал в ночь, к рассвету лошадь была уже загнана и пала. Поэтому он теперь загоняет несчастного Шейда. Если бы можно было поставить рекорд по сказочному передвижению от Серых гор до Альдорфа, блять, Шейд бы победил по-любому. У него ноги, нахуй, уже по колено стерты. Все ноги окровавлены, башмаки, блять, хлюпают. Суставы хрипят, свистят, как бы пердят, но он продолжает бежать, потому что анимус блокирует боль у него в организме. Вот. Он торопится в Альдорф поскорее отомстить, скажем. Так. И он бежит по тракту. Ну знаешь, там типа чувак едет на лошади, мимо него просто, блять, мужик такой. Он такой, ебать, движение у вас столицы, конечно. Он бежит по тракту. Рассвет, смотрит, ослик впереди едет. А на нём Матрона такая, боком сидит. Вот. Он ближе-то подбегает. Это жрица Шалии. Он такой, аааааа! Жрица такая, боже. В общем, он ее хватает, начинает ее душить, она начнет сопротивляться. Он ломает ее об колено, кидает в квет, прыгает на ослика такой. «Но, Хаслапаз, но!» И ослик такой. Начинает бежать, собственно говоря. Он такой, ладно, ослика налога не хватит, но тоже неплохо. Дальше нам показывают, что Ева, ну типа постановка, Детлов бьет Еву, и Ева перед тем, как умереть, она как в турецких сериалах такая, и потом только падает. И Детлов такой, ну классно, конечно, придется тебе сцену переписывать. Сука. За всем этим наблюдает, конечно же, наш демон потайных ходов. После представления трупы начинают кланяться, и Еву еще сильнее забрасывают цветами, потому что божечки, божечки мои. Дальше мы видим, как после спектакля Детлов снимает себе грим, рядом Женевьева. Он такой говорит, ну в самом деле это было потрясающе. Женевьева такая, ну да. Он такой, она фактически отобрала у меня эту сцену. Говорит, перетянула, ну типа перетянула все внимание зрителя на себя в этот момент. Говорит, слушай, у меня давненько в карьере такой хуйни не было. Она говорит, ну вот, теперь ты понимаешь, каково Илоне. Он такой говорит, да это понятно. Говорит, и... Просто Ева, она очень много времени проводит в своей гримерке. Как ты думаешь, может ее там кто-то тарабанит? Она такая говорит, да я вроде не слышала, что это самое... Что-то там у нее кто-то есть. У меня такое ощущение, что она в принципе не очень заинтересована в отношениях. Она молится лишь своему божеству. Одному. Себе самой. Ну, тут нам говорят, что Ева, она прям такая лютая актриса, карьеристка, которая вот всеми силами выгрызает себе путь в свет, скажем так. И даже демон как раз-таки по тайных ходов отмечал, что у нее не будет мужика, пока она плотно не уцепится, как бы и не создаст себе положение. Ну, понятно. Вот, и... Геро-босс, короче. Он говорит, да, ей уже начинают приходить письма из императорского театра Тарадаша. Уже начинают ее приглашать. И она так... Женевева говорит, что она согласится. Он такой, ну, если она не дура, она откажется. Потому что у нас самая лучшая труппа в городе, а в императорском театре ей придется очень долго заново пробивать себе путь наверх, скажем так. И... А ну, получается, у них дверь-то в гримерку открыта, где Деддлов переодевается. Они слышат какие-то крики, вопли, поворачиваются. А там Илона закатила истерику. Она такая, я страшный, я жирный. А муж пытается ее успокоить. А мужа она к Еве тоже ревнует. Потому что муж долбоеб, который периодически подходит к Еве и такой, что ты у тебя устал вид, давай я тебе сделаю массаж плеч. И рядом стоит жена, такая, ты охуел. Вот. И он пытается ее успокоить, мужа. Она такая, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же скоро бросишь. Вот. А Деддлов снова смотрит на всю эту хуйню. У него меняется лицо. И он такой, это все пьеса. Она заставляет нас узнать о себе то, чего мы, возможно, предпочли бы не знать. Тем не менее, мы видим следующую сцену. Шейд подбегает к воротам Альдорфа. Там очередь стоит. Таможня, стража, всех проверяет. Есть правило, в Альдорф не пускают никого, у кого в кошельке меньше пяти крон. Потому что бомжей нам здесь не надо, как говорится. Шейд подбегает, встает в очередь. Он понимает, что... А, у него сломана рука. Он уебался, сослик. У него ботинки нужно слог, видимо, срезать, потому что там кровь запеклась уже вот таким комом. Он такой... Отстоял в свою очередь. Подходит, там сержант такой, куда бомжара прешь? Он такой... Я жрец порядка из Альдорфской академии наук! Пустите меня! Ему такие... Да иди ты нахуй! Какой ты жрец порядка? Говорит, ты додик какой-то оборваный! Он такой... Ты по-моему с этим? Он такой... Ну, у тебя бабки есть? Пять крон и заходи. Ну, покажи, что у тебя деньги есть. Он такой... Нету! Они такие... Ну, иди нахуй тогда отсюда! Он такой... Разворачивается. Отбегает на 10 метров назад. Такой... Что это я делаю-то? Разворачивает и бежит обратно. Начинает разгоняться. Стражник такой, типа... Чего, блядь? Он врезается в стражников. Раскидывает их. А там, типа... Получается, опущена городская решетка. И всех впускают, по сути, через дверцу. Дверца тоже заперта. Он подбегает, нахуй вырывает металлическую дверь решетчатую. И забегает в Альдорф. Ему такие... Стой, сука! К нему подбегает один из стражников. Он бьет его мечом. Прорубает ему руку сломанную. Меч застревает в кости. И Анимус, типа, он берет этого стражника за затылок. И об этот меч в кости бьет, короче. Он режет себе лицо. Падает. В него со стены стреляет арбалетчик. Ему в спину втыкается арбалетный болт. Он такой... О, Альдорф! Он начинает бежать. В это время он такой... Во имя императора, стой! Его что-то толкает вперед. Он оборачивается. У него спина немножко дымится. И там стоит сержант с пистолетом этот такой... Ты что за хуй-то такой? Он достает этот рог с порохом. Такой, давай, 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 давай. Вот тот бросается на него. Валит его на землю. Бежит другая стража. Сержант пытается вырваться. Он берет у него рог с порохом. Засыпает ему лицо порохом. Берет пистолет. И типа, ну, в холостую капсюлем щелкает. Высекается искра. У сержанта загорается голова. Он орет. Он стоит такой... И бежит куда-то в город. На бегунь у него отваливается сломанная, отрубленная рука. И он убегает в город. Меф из The Hell of a Drag. В это время Детлов сидит у себя в гримерке. Готовится к репетиции. Тут к нему заходит мужик в ливреи. Там, клерка какого-то. Он такой, здрасте, а что вы хотели-то? Он такой, а, он сидит, короче, в столовке один. Остальные готовятся к репетиции. Он перед выходом на сцену пытается, типа, накрутить себя. Типа, нагнать тьмы в своем сердце. Вот это вот все. Вот он вспоминает Драконфеллса. Все вот это вот плохое. Тьма начинает в нем шириться, шириться, шириться. Вот он представляет, как он кого-то, как он пиздит Драконфеллса киянкой. И тут он представляет картину, которая вызывает в нем просто вспышку вот этой тьмы, прям хорошую такую. Он вспоминает, как он бьет Еву в постановке. И тут он представляет, как трескается ее череп. Он такой, ооо, как охуенно. И ему сзади так, извините. Он оборачивается. Вот, а там стоит клерк и такой, это самое. Детлов Зирк, я Виктор Расселлос, управляющий и советник Марана Тибальда, канцлера империи, директора имперского банка Альдорфа. А Детлов на нем даже сфокусироваться не может, потому что в нем сейчас ярость плещется. Он, блядь, себя прям накрутил хорошенечко. Вот, и он ему протягивает свиток, там печать имперской канцелярии. Он такой, я уполномочен вручить вам эту петицию с требованием, чтобы вы прекратили показывать спектакль «Странная история доктора Зиккила и мистера Хайда», потому что, типа, это вызывает общественный резонанс, вообще это плохо, и показываете что-нибудь другое. Детлов такой, говорит, да я не гордый, говорит, я подойду. Вот петиция. Детлов выбивает у него из рук петицию, хватает его за глотку и начинает душить просто. Он чувствует, как его сильные руки начинают сдавливать шею, ему так охуенно в этот момент. Он ногтями впивается ему в кожу, он чувствует, как кровь потекла, и он такой, блядь, о, стена! Он несколько раз бьет его головой об эту стену и такой, так тоже неплохо, хрустит приятно. И в этот момент раздается крик Женевеева, такая, Детлов, ты ебанулся! Она подбегает, оттаскивает вот этого клерка, Детлов такой, Женевеева! И обмяк. А клерк встает такой, да вы все ебанутые, и убегает. В это время Ева сидит у себя в гримерке, и ей дух такой, молодец, ты станешь великой актрисой. Она такая, типа, слушай, это все, конечно, заебись, но, типа, увидеть-то тебя можно? Он такой, нет, она такая, да кто ты такой? Он такой, это не важно, ты станешь великой актрисой, дорогая. Вот, и она такая, она говорит какими-то банальностями, он понимает, что она играет, типа, все это, типа, пытается играть на его чувствах, но, естественно, он все это видит, потому что он тоже великий драматург. И она такая, ты мне так помог, я люблю тебя, дух! И он понимает, что это неправда, он такой, нет, дитя, но я научу тебе изображать любовь. В это время она почему-то психует, хватает вазу и бросает ее в зеркало. Зеркало разбивается, и там стоит наш демон, такой, Ева такая, и демон убегает, где ты смотри, потому что в этот момент раскололось не только зеркало, но и его сердце. Он убегает в туннеле в свои, Ева убегает из гримерки, ее пытают, через 15 минут выход на сцену. Она бежит нахуй из театра, ей такие, куда, стой, что происходит, блядь, объясни! Она выбегает из театра, бежит по темному переулку, а в переулке какой-то бичара стоит, без одной руки. Такой, что-то я умираю! Вот, это анимус. Он видит, как мимо бежит актрисулька из театра, бросается, валит ее на землю, и маска перетекает с лица Шейда на ее лицо. И тут Шейд почувствовал всю полноту картины, каково это бежать нахуй неделю, бегать с арбалетным болтом в спине, с пулевым отверстием, со отсутствующей рукой и стертыми в кровь ногами. Он начинает биться в агонии и орать. Он такой, нет, верни мое лицо, верни! Вот, а, Ева встает такая и идет в театр. И на этом на сегодня закончим, друзья мои, наше повествование. Вот такая вот загогулина, и в целом, возможно, я какой-то извращенец, но мне начинает даже в каком-то смысле нравиться. Это забавный, угарный, веселый трошачок. И Конорда упомянули, да. Не забыли, никто не забыть, ничто не забыто. Что ж, ладно, пока что я черпаю кринж ложками, но вкусно, вкусно. Пишите ваши комментарии чуть ниже, на тебя, Даня. Пока! Пока-пока!